Слава Господу! Приветствую вас, друзья, друзья, с любовью к вам, Владимир Дзюба. Как всегда хочу сказать, пусть Бог каждого из вас благословит обильно своей благодати. И сегодня тоже размышляем над Словом Божиим. Пусть в этом дне тоже будет посеяно маленькое такое семечко, которое, я верю, что даст плод. Потому что всякий раз, когда соприкасаешься со Словом Божиим, ты приходишь к пониманию, что очень часто Слово приходит к нам как семя, как семя, которое нам необходимо растворить своей верой. И я думаю, что даже когда приходит Слово, его необходимо правильно направить, дать ему правильное направление для того, чтобы оно принесло для нас пользу. Итак, свобода в Духе Святом. 2 Конфинам 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Я думаю, что многие, многие над этим местом в свое время размышляли. И я думаю, что размышление, оно приводит к тому, чтобы практиковать эту истину. Потому что на самом деле это истина, свобода, это самое ценное, что может быть в жизни у человека. Христос пришел на эту землю, совершил свой подвиг для того, чтобы мы обрели эту свободу. И вот как раз то, о чем говорит Писание, что там, где Дух Господен, там свобода. Где Дух Господен? Дух Господен сегодня с каждым из нас. Наша жизнь, наше доверие Христу, оно приносит к нам понимание свободы. Потому что мир этот, он имеет искаженное понимание свободы. Свобода в том, свобода в каких-то действиях, свобода в каких-то поступках, свобода в каком-то высказывании. Кажется, вот именно это свобода. И как результат, то, что мы видим на лицо, сегодня этот мир, он катится в хаос. Почему? Потому что люди извратили понимание свободы. И сегодня можно повсеместно видеть понимание свободы, которую навязывает этот мир со своими какими-то правилами, со своими какими-то пониманиями. Как результат, хаос и проблема для всего человечества. Но свобода, которую приносит Бог в нашу жизнь, она на самом деле не поддельная, она не фальшивая, она не извращенная. Это истинная свобода. Она истинная свобода, и это та свобода, которой каждый из нас, христианин, мы должны стремиться. Потому что сегодня много источников информационных, которые пытаются человеку навязать осуждение, привести в само рабство, как понимание. Ты должен то или вот это правильно вот так вот, а это правильно вот так вот. И люди очень легко находят в этом для себя свободу и равновесие душевное. Почему? Потому что все живут вот так вот. На извращение, вот извращение, это свобода. Еще что-то, вот это свобода. Сделай, а почему ты не пьешь, почему ты не куришь, а почему ты, допустим, даже ходишь в церковь. Ты должен свободе, ты сам выбираешь вот это свобода, вот так вот свобода. Но на самом деле, когда мы начинаем вникать в Писание, мы понимаем, что свобода, она приходит от Христа. И чем больше в нашей жизни мы берем власть над своей плотью, тем больше мы начинаем ощущать свободу и наслаждаться этой свободой. Вот поэтому жизнь, жизнь наша, верующего христианина, она должна быть нацелена на то, чтобы утверждаться в этой свободе. После этого нами намного сложнее манипулировать. Почему? Потому что манипуляция, она связана всегда с какой-то информацией, которая звучит в наш адрес. И очень часто люди нас желают подчинить своим каким-то желаниям. Но это подчинение, то, что оно приводит к рабству. А мы не призваны быть рабами плоти. Мы не призваны быть рабами манипуляции. Мы призваны быть, находиться в свободе. В свободе. Я понимаю, что это процесс, в который Бог нас поместил для того, чтобы освобождать. Помните эти слова, когда Иисус сказал, познайте истину, и она сделает нас свободны. Невозможно познать истину за один вечер. И вот этот процесс нашего познания истин, он мало-помалу нас приводит к свободе. Даже в том, чтобы мыслить свободно и чтобы мы в состоянии были принимать от Бога то, что Он желает сегодня нам дать. Это очень глубокая мысль. Очень глубокая мысль и очень такой, на мой взгляд, очень такой сложный процесс. Почему? Потому что с рождением, с воспитанием, с жизнью мы очень часто, знаете, как говорят, зашлаковываемся, закоксовываемся в своем мышлении. И как результат это то, что мы очень легко становимся рабами системы любой, мирской, церковной системы, которая ставит какие-то рамки, какие-то ограничения в нашу жизнь. И мы в какой-то степени находим для себя это в этом удовлетворении. Хотя где-то внутри мы понимаем, нет, в этом нет свободы. В этом нет свободы. В этом нет свободы. Вот почему многие люди уходят от следования за Богом. Почему? Потому что они видят в этом как порабощение. Почему? Потому что в следовании за Богом всегда будет необходимость умерщвлять дела своей плоти. Быть выше дел плоти. И, по-первых, это кажется, ой, это рабство, ой, это дай волю своим эмоциям, дай волю своим желаниям. Вот это настоящая свобода. Но когда ты начинаешь следовать путями Божьей свободы, ты начинаешь понимать, что это на самом деле блаженство и радость, которые открывают перед тобой перспективу в Господе. Поэтому, дорогие, давайте будем помнить, лучше с Богом в его свободе, нежели в свободе, которая пытается принести дьявол в нашу жизнь через наши искушения. Пусть Бог каждого хранит и пусть Господь управит пути каждого на путь, на его волю, в которой на самом деле есть свобода. Во имя Иисуса. Алим.